У нас там есть со спреем хлорка. Этот коврик у нас обрабатывается хлоркой. Своевременная дезинфекция всех поверхностей в магазинах начинается с порога. Поручни, корзинки, стеллажи, витрины и кассовые зоны должны обрабатываться каждый час. Визита незваных гостей, сотрудники проверяемых магазинов не испугались. Все нормы строго соблюдаются. Вот посмотрите, хлорка – это то, что обрабатывается, разведённая хлорка. Мы ей обрабатываем ручки обёрнутые, мы ими обрабатываем полики, два полика. Один, значит, полосный, второй из нетканки. В соседнем салоне красоты меры предосторожности также максимальные. Обслуживать посетителей советуют только по предварительной записи и регулярно обрабатывать помещение. Клиент заходит, мы обязательно брызгаем всё. Вот, смотрите, смотрите, все мастера в масках. Соблюдаем, мы сейчас много не записываем. Маникюр мы закрыли, визаж тоже закрыли, чтобы много людей не было. Только два-три кресла работают. Держать дистанцию – ещё один обязательный пункт сегодняшней работы объектов торговли. Тем горожанам, которые пришли за покупками без масок, сотрудники разъясняют о недопустимости нахождения в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Конечно, прежде всего преследуется цель – это предупредить. Предупредить, провести профилактику, ознакомить людей с теми правилами и требованиями, которые сегодня в условиях нынешней напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации существуют в городе Бишкек. Но в целом люди, как вы сегодня сами увидели, пытаются соблюсти эти правила и с пониманием относятся к тем требованиям, которые сегодня наше нынешнее положение диктует. Несоблюдение санитарных требований влечёт за собой наказание. Штраф в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических. Сегодняшняя задача мобильной группы – мы должны полностью охватить, сколько можем каждый день раздавать санитарные предписания, которые там чётко указаны, как в этот период, именно на сегодняшний день, санитарно-эпидемиологическое состояние. Дело в том, что если наши предприниматели не будут соблюдать требования, значит, то, что указано в предписаниях, возможно, вот этот ковид-19 расти. Чрезвычайное положение отменили, но расслабляться не стоит. Предприниматели проверяют вновь и вновь, инспектируют и напоминают, когда высока угроза распространения ковид-19, а мерах профилактики забывать нельзя. Сейчас в городе действует шесть мобильных групп, куда входят представители санопиднадзора, районные власти и сотрудники МЧС. Всего с начала недели комиссия проверила около 200 объектов, которые с 11 мая получили право работать. 37 из них выписали предписания. Рейды по соблюдению установленных правил и санитарных норм будут проводиться ежедневно.